Это энкаустика. Техника рисования, когда восковые мелки плавятся небольшим горячим утюжком. На создание каждой такой картины уходит от одного дня до нескольких недель. Автор работ Нина Владимировна, сейчас ей 74 года. Она родилась на Крайнем Севере, поэтому большинство сюжетов связаны с природой. Однако сама техника универсальна. Не обязательно уметь рисовать. Это, наверное, основное достоинство энкаустики. Вот этот вот мозг, его можно только поцарапать. Он не выгорает на солнце. Вот там целый у меня яда. Это достаточно простой, вот, с помощью утюга. Работать сложно с тем, что пока работаешь здесь, нужно остудить, нужно перевернуть, работать в следующем участке, потому что иначе все растечется и превратится в какую-то бессмысленную какую-то вот такую массу. Издалека видно, что это сделало либо акрил, либо гуашь. Потом, приблизившись к работе, я увидела, что что-то здесь особенное. Потом, когда наша читательница объяснила, как это делается, как эта работа выполнена, на самом деле я была очень удивлена, потому что как так утюжком можно делать такие вещи. И на самом деле после таких работ хочется попробовать уже своими руками что-то сделать. Нина Владимировна начала творить еще в детском саду. Тогда она сделала из тетрадных листов свою первую поделку – розу. Чуть позже вместе с мамой начала изготавливать цветы из ткани, участвовала в городских выставках. Не так давно она освоила лепку из соленого теста. Как театр начинается с вешалки, так и объемная картина начинается с рисунка. По такому эскизу мастерица делает заготовки. Найти украшения и дополнительные приспособления можно буквально на каждом шагу. Так макароны могут стать листочками, а чеснокодавилка – инструментом для создания волокон. Это хорошо развивает фантазию и смекалку. Существует вот такое приспособление – чеснокодавилка. Сюда и выдавливаешь. Вот видите, вот они. Это и есть с помощью чеснокодавилки выполнено. Ну там немножечко такой беспорядочек вносишь. Вот как бы надеваешь, вот на эти обрамляешь. В картине важен каждый элемент. Нужно гармонично подобрать цвета и расположить детали на листе. Рецепт материала очень прост. Мука, вода и мелкая соль. По словам Нины Владимировны, сушить заготовки лучше на солнце, а не в духовке. Так тесто не треснет и будет крепким. В конце каждой работе придают цвет с помощью акриловой краски и покрывают лаком. Такой сувенир будет долговечным и запоминающимся подарком, сделанным с душой. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.